Всем привет! Это урок 0.2. По Roblox Studio какие-то азы редактирования вашего мира. В прошлый раз, в уроке 0.1, мы посмотрели, как делать ландшафт с помощью редактора ландшафта. Открыли тулбокс, окошко. Выбрали, здесь можно выбрать вверху, модели, которые делают люди со всего мира, в том числе школьники, студенты и кто постарше. Искать здесь легко. Вводим название, например, машина, car. И видим, какие машины. Вы точно так же можете из деталек собрать машинку и опубликовать ее здесь. И кто-то ее будет находить и использовать. Вот, ну видите, здесь какие есть и простые, и более качественные. Так, ладно, тулбокс выключаем. Это мы сейчас находимся в основной вкладке для редактирования вашего мира. Так, тулбокс, парт. К этой парт мы перейдем. Это создать детальку. Ну, давайте нажму парт. Вот видите, появилась деталька. Можно нажать у парт стрелочку вниз. И вот четыре основные вида деталей. Параллельпипед, сфера. У нас какой-то наклонная такая, скос. Так, и цилиндр. В принципе, из всех этих деталек можно собрать что угодно. Хоть робот, хоть самолет, хоть замок. Так, здесь юзер интерфейс. Если вы будете делать не просто мер, какую-то игру для сотового телефона, возможно, вы захотите нарисовать тачскрин кнопочки, на которые можно нажимать, чтобы прыгать, бегать. Вот юзер интерфейс. Мы про это как-нибудь потом в программировании посмотрим. Так, материал. Следующая кнопочка. Материал. Можно выбрать, в том числе, можно выбирать все эти части в Explorer. В вашей папочке. И для выбранной детали можно менять материал. А можно сразу с Shift. Shift зажимаем. Держим Shift нажатый. И можем Shift щелкать. Когда выбран вот этот инструмент, выделение Select, можно выбрать... Ну, вот давайте я... Еще раз нажимаем. Снимается. Выделение. Вот у меня сейчас три детальки выбраны. Так, для них я теперь выберу материал. Нажимаем стрелку вниз. Пластик, дерево, деревянное... Дерево, по-моему, обструганное. Слейт. Это какой-то, по-моему, камень. Конкрет, бетон, металл. Ржавый металл. Написано, какая-то алмазная плита. Не знаю, на алмаз не очень похоже. Фойл, фольга. Так, давайте вот этот выберем. Будем смотреть. Так, с кнопочками я немножко еще путаюсь с этим ваздом. Так как играю на контроллерах, а не на клавиатуре. Так. Фольга, трава, лед, кирпичи, песок, какая-то там ткань, гранит, мрамор, галька. Что за галька? Ну, галька, которая на пляже, наверное. Простой камешек. Тоже какой-то. Ага. Ну, вот, cobblestone. Это называется брусчатка. Не знаю. Ну, давайте, кстати, выберем, кто нам мешает бейс-плейт выбрать. Вот, я выбрал вот этот серый. Сейчас я ему сделаю такой же материал. Отлично. Уже похоже на что-то. Так, дальше. Смотрим, какие материалы есть. Какой-то гладкий пластик. Неон. Неон он светится. Можно выбрать, если мы выберем свет. Цвет будет, наверное, другим цветом светиться. Кстати, песок. Можно, наверное, вот здорово. Песок, оказывается, бывает и желтый, и зеленый, и какой угодно. Так, следующий материал. Стекло. Стекло. Тоже, наверное, цвет влияет. Да, влияет. А здесь вот мы можем выбрать эту часть, которой мы сейчас меняли цвет. И здесь есть такая штучка, как прозрачность. Мы можем вот здесь бегунок. Можем числа писать. А можем вот здесь двигать вправо-влево. И будет у нас прозрачное стекло. Или менее прозрачное. Так. А это у нас отражение, по-моему, в нем. Так, ребят, я прямо даже хочу запустить игру и посмотреть, как у меня будет выглядеть герой на фоне вот этих деталек. Так. Ага. Ну, отражение я не сильно вижу. Преломление вот вижу. Ладно. Останавливаем. Стоп. Запомнили. Сверху у нас есть кнопочки уже маленькие. Пуск. Стоп. Можете добавить своих кнопочек. Видите, вот галками можно добавить, убрать. Так. Кстати, чтобы компьютер у вас не сильно перегружался, когда вы играете, если вы запустили Roblox Studio через браузер, сверните ваш браузер вот этой вот штучкой. Хорошо? Минимизируйте. Тогда умный браузер не будет нагружать ваш процессор. А можете вообще закрыть браузер. Тогда у вас побыстрее будет работать. Особенно, если у вас там миллион вкладок. Так. С детальками. Понятно. С материал. Цвет. Групп. Как делали у нас какие-то машинки? Не у нас делали. А вот мы сейчас смотрели Toolbox, где вы помните, видели машины, роботы, какие-то елочки. Можно из ваших деталей собрать машинку. Вот выбрана Select. Я нажимаю Выделить. Оно все выделило. Теперь вот есть кнопка. Кнопочка вот она. Групп. Также можно нажать Ctrl-Shift-G. Так. Теперь группа сгруппирована. Видите, у нас модель. Появилась папочка с названием модель. Я ее переименую. Можно правой кнопкой переименовывать. Так. Правая кнопка. И вот Rename есть. А можно просто как в папке. Так. Ну давайте. Gr1. Это тоже папка. И внутри нее наши детали остались. Так что вы в принципе можете их потом... Так. Группа двигается целиком. Но если мы выберем не Select, а Move. Следующая. Иконочка. Вы можете уже внутри вашей... Так. Ребята. Дайте выбрать ее. Ага. Двигать-то вот этими. Тащить нужно за стрелочки. Туда-сюда. Так. Масштабировать. Масштабировать можно отдельно выделенную часть. Так. Цилиндр так не масштабируется. Почему-то... А, понятно. Нужно вверх вытянуть. Он как бы заполняет такой куб собой. Отлично. Rotate тоже понятно. Не вращается, потому что ему не дает вращаться вот этот вот блок. Если мы сейчас отодвинем немножко стрелочкой наш... А, предмет. То мы сможем его уже вращать. Так. Вращать вот так. Видите, он вращается на 45 градусов. Как сделать, чтобы он вращался более плавно? Давайте перейдем на вкладку модель. Для наших моделек и деталек здесь больше кнопок полезных. Вот есть как раз на сколько поворачивать. Вот написано на 45 градусов. Давайте сделаем, чтобы можно было поворачивать, например, на 10 градусов. Вот. Видите, как сразу мне показывают, что вот удобно как. Так. Отлично. А движение? Движение тоже кратно одной клеточки. Ну, тут одна клеточка. Давайте я материал... Так вот. Выбираю Base Plate. Выбираю для нее... Для него... Пластик. Где-то там пластик. Вот. Вот. И сейчас попробуем подвигать. Подвигаем. Видите, двигается кратно одной вот этой возвышенности. Как в Lego. Я не знаю, как эти штучки называются. Для зацепки деталек. Но здесь эти зацепы, кстати, мы сейчас к этому придем. Очень интересно. Движение кратно одной такой пимпочки. Можно уменьшить. Можно сделать, например, кратно 0.1. Пимпочка. И у нас начнет двигаться. Видите, как плавно начинает двигаться. Вот. А можно сделать, например, кратно 10. Если у вас кирпичи 10 вот таких пупырышков на 10, то, конечно, кирпичи двигать... Я отодвину, чтобы было видно. Смотрите, движение. Да. Я тяну, и оно через 10 вот этих пупырышков проскакивает. Давайте сделаем, наверное, единичку. Как было, ротейт пусть так и будет. Так, дальше. Что здесь интересного есть? В хоуме такой кнопки нет. Ну, ладно. Давайте посмотрим, как... Не хочу перескакивать. Полезная очень вещь. Как сделать так, чтобы детали заходили друг в друга. Видите, сейчас мы не можем. Вот эту деталь выбрали. Вот я делаю ее движение. И оно не может зайти внутрь этого прямоугольника. А я хочу сделать так, чтобы они внутрь друг друга залезли. Вот есть кнопочка Collisions. Убрал я эту кнопочку. И теперь все. Эта деталь может зайти, пожалуйста, внутрь другой. То же самое вниз. Вот. При этом, если мы запустим игру... Давайте запустим игру. Она будет для главного героя... Будет являться препятствием. Так что на нее можно будет встать. А, ну, она у нас не закреплена. Поэтому она выскочила из этого прямоугольника. Все развалилось. Я расскажу, как сделать, чтобы ничего не выскакивало. Так. Поняли. Кнопочка Collisions. В модель... Во вкладке модель, она тоже здесь есть. Угу. Так. Про Join я не буду сейчас рассказывать. Давайте про масштабирование я рассказал. Можно выбрать целую группу и масштабировать ее. Или поворачивать целиком. Да? Она вся вращается. Здесь есть очень интересный инструмент. Называется Transform. Как я прочитал, профессиональные проблоксоведы пользуются всего одним инструментом для того, чтобы и вращать, и двигать. Смотрите, когда я выбрал Transform, у меня теперь появилась стрелочка вверх-вниз. Я могу ее двигать. А повороты... Что-то мне как-то не нравится. Все это на сером фоне плохо видно. Так. Зеленое можно вращать так. И мне показывает даже, на сколько градусов я поверну. Так. Поворот по этой оси. Поворот по этой оси. А есть еще... Так. Что-то должно быть еще масштабирование. Масштабирование. Хватать за... Я здесь не вижу, что они... Так. Что они выделились. Так. Модель Transform. Вот. Данное время не будем терять. Потом отдельно расскажу про этот Transform. Так. Давайте теперь посмотрим... Home. Группировку я уже сказал. Если мы сделаем... Lock. Залочили. То выбрали. Вот. Замок закрылся на этой детали. Так. Теперь мы ее попробуем выбрать. Она уже не выделяется. Выделяется только Base Plate. Потому что она у нас не залочена. Не заблокирована замочком. Давайте попробуем. Посмотрим, как себя залоченная деталь ведет. Развалится она. Укатится. Конечно же. Развалилась и укатилась. Потому что вот этот замочек... Он только для вас. Например. Вы отредактировали. Рисуя. Делаете какой-нибудь фермерский домик. Вот у вас разбросаны инструменты по двору. Вашего фермера. И все. Они лежат уже на хороших местах. Вы точно их не будете двигать. Здесь, по крайней мере в редакторе, вы их замочком закрываете. Чтобы они не мешались, когда вы выделяете, например, другие валяющиеся вещи, которые вы хотите подвигать. Так. Давайте теперь Select. Выбрали группу. А. Ну, она не выбиралась, потому что замок. Замок на ней стоит. Но смотрите. Из Explorer я ее смог по имени выбрать. Я на нашу группу Gr1 щелкнул и его выбрал. Ее выбрал. Так. Замочек открыли. Теперь мы сможем с помощью Select выделять и двигать нашу деталь. Кстати, я могу сказать, что про Transform я еще не все рассказал. Там не только масштабируем. Там еще интересные свойства. Ну, наверное, в следующем каком-нибудь уроке. Так. Итак. Home. Ага. Вот есть такая Encore. Encore. Не помню, как правильно произносится. Закрепить деталь на месте, чтобы она не падала. Даже если мы поднимем в воздухе. Вот, например. Вот так. Да? Она у нас над землей. И попробуем его закрепить. Так. Так. Ну, двигать-то мы его можем, потому что он не заблокирован. Но он должен сохранять такую форму. Вот эта группа. Либо придется этот якорь ставить каждой из деталек внутри этой группы. Нет, все отлично. Если мы группу блокируем, то вот оно все у нас так висит. Например, на уроке вам нужно было сделать лампочку. Берем вот такой шар. Берем такой цилиндр. Немножко друг в друга вставляем. Можно даже сделать там типа фитилька. Там на самом деле спираль какая-то. Или светодиод. Стоит что больше на лампу. И все. Делаем из нее группу. Вот у нас получилась модель. Модель лампа. Называем ее так. Так. Останавливаем игру. Смотрим дальше, что у нас можно здесь посмотреть еще. Выбираем модель. Так. Здесь это я говорил. Шаг поворота. Так. Здесь можно... Написано Solid моделирование. Здесь можно объединять несколько деталек. Не как вот мы сделали. Давайте я покажу, что я говорю. Так. Блок. И еще один блок. Создали. Два блока. Так. Давайте один блок я поверну. Сейчас мне придется чуть-чуть падать. А, вот кстати. Когда группа не появляются у трансформа, вот эти полезные очень точки. Которые позволяют, не меняя вот эти вот курсоры, позволяют сразу... Так. Я немножко не то выбрал. Позволяют и поворачивать, и менять размер. Вот. Поворот нам этот не нужен. Нам нужен вот такой поворот. И я хочу их сделать в виде буквы Г. Значит, немножко его вниз опустить. Так. Выделяем две детали. Select сначала. Select, да? Здесь Select. Выбрали две детали. И делаем из них... Так. Solid. Как бы мы их срастили, спаяли. Все. Эта деталь теперь одно целое. На самом деле так хорошо делать. Так быстрее игра будет работать, чем она будет каждую детальку, каждый кирпичик отдельно рассчитывать. Ну, здесь в моделировании в таком есть еще более сложные инструменты, чтобы вырезать дырки, разделять, разрезать эти объекты. Ну, тоже как-нибудь в другой раз. Здесь можно добавлять эффекты. Например, дым. И вот вы видите, что в наш союз, Union, ну, Union это так деталька эта назвалась. Я ее давайте переименую G.G. Назвал G.G. А то меня так Union смущает. Можно эти эффекты цеплять к любым отдельно какой-то детальке. Можно к модели. Модель это группа деталей, как вы помните. И эффект вот он здесь виден. Можно его удалить. Нажимаем DEL кнопку или правая кнопка здесь есть DELETE. Вот, удалился. Эффектов много разных. Сами поиграете, посмотрите. Ну, наверное. Так, что еще у нас здесь есть? Такого простого. Так. Ну, вот и все. Урок 02, я думаю, закончен. Подписывайтесь, ставьте лайки.